Всем привет, друзья! Сегодня 22 апреля, и это значит, что у меня сегодня день рождения. И я для вас и для себя сделал крутой подарок. Сегодня скидка на все программы на сайте archimuris.com 40%. На все программы. Поэтому, если вы давно хотели купить программу и у вас не было денег, бегом на сайт archimuris.com, закупайтесь и просто атакуйте вместе с нами. А мы начинаем день. Сегодня будет интересно. Для чего нож? Для того, чтобы распаковать вон ту посылочку. Там много очень интересного пришло. На 300 евро всяких штук пришло. Сейчас распакуем, посмотрим. А еще сегодня пойдем тренировать передний вис. Я вам покажу, как научиться его делать и как вообще стать крутым воркаутером в переднем висе. Хотя сам не особо-то хорошо умею его делать, но покажу упражнения, которые помогут нам с вами развить это умение. Полетели! Ну что, друзья, давайте распакуем эту малышку и посмотрим, что у нас внутри. А тут много чего. Первое это протеин. 2,5 килограмма у меня заканчивается, поэтому я заказал еще один. Можно заказать даже 5 килограмм, но это слишком много, мне кажется. Следующее это какая-то одежда. Пока что одежду отложу, потом будем мерить. Откладываю одежда, одежда, много одежды, еще одежда. Дальше идут чипсы. Протеиновые чипсы, они выглядят вот так. Кто не видел, я надеюсь, они абсолютно безвредны, их можно есть. Я заказал 2, 3, 4, 5 пачек заказал. Одни с сыром и с луком. Вторые это барбекю, короче, вкус барбекю. Что-то такое. Ну, короче, вкусные чипсы, я надеюсь. Потом вместе с вами попробуем. Дальше идет. Это говядина. Это сушеная, засушенная, вяленая, точнее, говядина. Выглядит она вот так. Не знаю, как она по вкусу. Я, скорее всего, возьму ее в Москву, потому что можно, типа, такой, сидишь в поезде и хаваешь. Очень удобно. Потом тоже попробуем, откроем одну пачечку и скажу вам, как она на вкус. Говорят, типа, нормальная по комментариям, но я не знаю. Дальше я заказал соусы. Эти соусы для макарон, для всего, ну, короче, как приправы идут. Эти соусы без, ну, там, типа, мало калорий очень. Что-то 9 калорий вроде бы, даже 5 калорий. 5 калорий на 100 миллиграмм. 5 калорий на 100 миллиграмм – это очень мало. Очень мало. Мало калорийные соусы с разными вкусами. Это томатный кетчуп. Это сладкий чили. Это перри, перри, я не знаю, что это такое. Тоже, наверное, что-то перченое, скорее всего, я не знаю. И барбекю соус еще. Очень круто, я надеюсь, это мама попросила у меня. Я заказал ей. Ну, и тоже, естественно, буду кушать. Дальше у нас что идет? Дальше у нас идут почему-то открытые уже вафельки. Протеиновые вафли. Выглядят они вот таким вот образом. Тоже попробуем. Надеюсь, вкусно будет. Следующее у нас идет. О, молоко. О, ребята, это какое-то молоко тоже протеиновое. Выглядит эта упаковка вот так вот, вот таким вот образом. Короче, это молоко хорошо для аллергиков. Аллергиков. Я не аллергик никакой, но я все равно взял попробовать. Просто интересно было. Это вкус клубничка. Молоко клубничное какое-то, не знаю. Попробую, скажу вам. А здесь у нас протеиновые закуски. Значит, в одной упаковке у нас получается 3, 4, 5, 6 вот таких вкусненьких, я надеюсь, приемов пищи. Это курица в коричневом рисе по тайскому какому-то стилю. С тайским соусом. Ну, тайский соус, как известно, он вкусный. Поэтому, я надеюсь, это будет вкусно. Ну что, переходим к одежде. Давайте посмотрим одежду. Так, я готов примерять одежду. Первое у нас тут получается... Что у нас тут? У нас получается футболка. Футболочка. Обтягивающая. Сейчас примерим, как она выглядит. Блин, ну вроде круто выглядит, да? Классно сидит вообще по телу. Я уже говорил, да, что когда вы надеваете одежду от MyProtein, то вы становитесь суперменом. Блин, это огонь, ребят. Прям так все по телу идеально сидит. Можно позировать, и ты становишься офигенным чуваком. Следующая это майка. Майка вот такая вот. Сейчас примерим. Майка тоже довольно хорошо сидит. Смотрите, вот таким вот образом. Сзади вот так вот выглядит. Эту штуку надо оторвать. Ну то есть, довольно круто. Все по форме. Очень классно сидит. Пока что я доволен. Это у нас кофта тоже. Long sleeve вроде бы называется. Я в этих терминах особо не рублю. Вот такая вот кофточка. Сейчас примерим. Но она тоже крутая, смотрите. Вроде по размеру. Прикольно сидит. Тоже классно очень. Сейчас проверим капюшон. Я говорил, что у MyProtein очень крутые капюшоны. Когда ты надеваешься, ты становишься ассасином. Смотрим. Видите? Оп, этот тоже. Блин, мне прям нравится. Мне нравятся вот такие капюшоны, в которых ты просто можешь вот так в них погрузиться. И такой ходишь, как ассасин, типа крутой. Фоточки офигенные можно делать. Очень круто. Три шмотки, которыми я уже доволен. И они мне максимально нравятся. И смотрите. Эта кофта, она длинная. Она идет прям вот так. Просто бомба. Переходим дальше. Следующая у нас идет. Это шорты. Это шорты, ребята. Выглядят они вот так. Выглядят эти шорты вот таким вот образом. Я на самом деле не понимаю, зачем вот эти вставки нужны. Это как-то очень странно. Они вместе идут. То есть шорты получаются со вставкой. И вот так как-то. Ну, типа... Не знаю. Смотрите сами. Мне кажется, вот что без этих вставок было бы лучше. Ну, не знаю. Дизайн такой, видимо. Следующая у нас идет. Это... Это у нас штаны. Штаны от MyProtein. Сейчас посмотрим, как они будут сидеть. Штаны сидят неплохо. Дизайн вроде нормальный. Тут особо придраться не к чему. Штаны сидят хорошо. Вот здесь они заужены. Получается. И мне такой фасон нравится. Вполне нормальный. Что, давайте перейдем к пробе продукции. Это у нас чипсы будут. Один и другой вариант. Также у нас будет вяленая говядина. Молочко. И вот эти штучки. Полетели. Начнем с чипсов. Чипсы выглядят вот так. Они маленькие. Это сыр с луком. Ну, слушайте. Это не тот вкус абсолютно, как у чипсов в магазине. Это вкус такой, знаете, когда вы сыр едите, немножечко с горчинкой такой. То есть капельку чипсы с горчинкой. И они такие больше, как, ну, я не знаю, на пенопласт похоже. Ну, то есть, знаете, как будто вы едите пенопласт, и он такой тает во рту. Примерно вот так. Это не такие чипсы, как в магазине. Они особо даже не хрустят. Ну, протеиновые чипсы, что вы хотите. Пробуем вторую пачку. Вторая пачка у нас барбекю. Ну, тоже вкус. Немножечко горьковатый такой. Не знаю, почему. Но барбекю чувствуется. Я бы дал этим чипсам, не знаю, ну, наверное, 3 балла из 5. Мне такие не особо нравятся. Пробуем теперь говядину вяленую. Ну, она такая, типа, остренькая. Острая. Типа, как закуска, нормально. Более-менее. Есть можно, съедобно. Наверное, дам 4 с плюсом из 5. Следующие у нас вафли. Выглядят они вот так, в таких пачечках. Изначально в большой. Их там, как я понял, 10 штук. 10 пачечек. Давайте попробуем. Вот вафли огонь. 5 из 5. Топ. Просто огонь. Я, как всегда, свинья, не обращайте внимания. Очень круто. Миреально вкусные. 5 из 5. 5 с плюсом из 5. Еще у нас на очереди молочко протеиновое. Оно закрыто вот здесь. Ну, такое, знаете, не знаю. Вкус клубники чувствуется. Но не сильно. Больше похоже, знаете, не на молоко, а на воду со вкусом клубники. То есть, если в воду добавить вот краситель, не краситель, а вкус вот этот клубники, то получится вот такое. То есть, молока я как-то особо не чувствую. Видимо, это какое-то специфичное молоко диетическое, либо что-то такое. То есть, оно не жирное. Оно больше на воду похоже. Ребят, раз мы начали все уже пробовать, давайте попробуем из соуса. Вдруг кто-то из вас захочет купить, а вы не знаете вкуса. Начнем с томатного кетчупа. Я не знаю, обычный он или нет. Сейчас вам скажу. Он острый. Он довольно острый, ребят. Вот кто любит острую еду. Кого-нибудь прям продирает. Следующий у нас это сладкий чили. Блин. Нифига себе сладкий. Это так острый. Е-мое. Он далеко там не сладкий. Короче, вот эти два соуса, они вкусные, но острые. Это капец. Я не особо люблю острые. О, но они вкусные, реально вкусные. Другой палец, они чистые, если что. Это у нас... О, это самый острый. Вот этот, короче, пери-пери, он капец какой острый. Это, короче, реально вот красный перец, когда вы его разжевываете, разжевываете, у вас рот сгорает в хламину. Это вот это. И последний барбекю соус, я надеюсь, он не такой острый будет. Рот горит. Фу, пожалуйста, хоть бы не острый. Ну, этот, наверное, самый такой адекватный из всех. Потому что те три, они очень острые. Особенно вот этот пери-пери, это вообще жесть. А так они по вкусу очень крутые. Если есть с чем-то там, с макаронами, либо с рисом, либо с чем-то еще, они будут очень адекватные и вкусные, я уверен. Но просто так прям рот до сих пор горит. Короче, вывод. Мне очень сильно понравились вафли. Это просто огонь. Я закажу еще и много, закажу в следующий раз. Мне понравились, ну, более-менее есть можно. Это вяленая говядина. Как бы вполне нормально можно есть. Соусы хорошие тоже, но они очень острые. Кому нравится острая пища, просто, блин, вам зайдет от души. Мне не понравились чипсы. Чипсы вот эти. Мне не понравились. Но они такие, ну, какие-то, блин, но они не чипсы. То есть, не знаю, не понравились. И не особо понравилось молоко. Тоже какое-то ни о чем. Лучше пить обычное молоко, как по мне. Но если у вас аллергия на обычное молоко, то это вполне зайдет. Вот такой вот обзор, ребят. Надеюсь, вам понравился обзор. Хотя он и длинный очень был. Но мне кажется, интересно было. Вот. И теперь мы полетели на площадочку и будем делать передний виз. Покажу вам, как его делать. Хотя бы корявенький. И как научиться его делать. Погнали. Ну что, друзья, прилетели на турнички. Тут братва воркаут. Пацаны постоянно тренят, да, походу? Каждый день. 24 на 7. Сейчас попробуем сделать передний виз. Данек вот умеет. Вот где в камеру, вот он умеет делать. Сейчас покажет вам. Я тоже покажу. Кстати, нужно обязательно размяться. Все мышцы с шеи до ног желательно. Потому что, если вы не размяты, вы можете защемить там и шею, и спину, и что угодно. Потому что передний виз – это очень сложное упражнение. И идет большая нагрузка на кор ваш, на весь. Просто капец. И можно щемануть шею. Я не разу защемлял, поэтому ты разминаешься, Данек? Да. Здравствуйте. Вот. Все, давайте разомнемся и приступим. У меня шея постоянно защемляет, если я не разминаю. У меня зимой что-то защемило конкретно. Я полтора месяца не могу потом отойти, у меня башка кружится. У меня, видимо, пережимает артерию, либо что-то такое. Я зимой тренил пол, но не так и размялся, у меня шея конкретно защемила. Сколько проходило? Ну, где-то месяц, наверное. Даже до сих пор чуть-чуть погрузкают иногда. Офигеть. Так, ребят, Данек расскажет вам, как он делает 7 секунд передний виз, и как он вообще научился. Как ты научился, расскажи. Ну, для начала у вас должна быть какая-то база, элементарно 20 подтягиваний, и надо делать подводящие упражнения. 20 подтягиваний хватает, да? Конечно. Ты делаешь 20? Да. И сколько, например, на брусьях отжимаешься? Где-то 30. То есть, примерно 30 на брусьях отжиматься, 20 надо подтягиваться на турнике. Я подтверждаю, 100%, если у вас есть база, то вы сможете сделать какой-никакой передний виз, и потом просто его будете доделывать, да? То есть, оттачивать идеальную технику. У меня то же самое получилось. Если у вас будет база, если вы занимаетесь уже атлет такой, ну, натренированный, то вы спокойно сделаете с первого раза этот виз, и никаких проблем не будет. Но потом, время от времени, вам нужно будет улучшать эту технику, например, там, не знаю, раза два в неделю, да? Сколько ты тренируешь его вообще? Я тренирую где-то два раза в неделю. Бомбите передний виз. Я тоже вот как раз где-то два раза в неделю начал бомбить этот виз, и у меня уже получше получается. Сейчас вам покажем, как у нас выходит. Изначально мы должны зафиксироваться на турнике, чтобы быть супором сверху. Теперь мы должны, значит, немного увести кисть вперед, письменно назад, а вперед увести, вперед пинул, и начинать себя выводить. Ну, собственно, вот так. Ребят, я упор сверху не делаю, я делаю сразу же передний виз, то есть как вы запрыгнули на турник, и сразу же встаете в такое положение переднего виза. Самое главное, чтобы не щемануло шея, остальное все не важно. Короче, да, как Данек и сказал, у вас кисти должны быть немножко сверху. Тогда у вас будет как бы больше, да, фиксации, тогда вы сможете держать. Если вот так будете держать, то, естественно, у вас тело будет падать вниз. То есть получается, смотрите, вы запрыгиваете на турник, уже должны быть сверху кисть. Не вот так, они должны быть сверху. И когда вы зафиксируете эту кисть, уже постепенно начинаете вовлекать плечи, грудь широчайше. Ну и трапе... Очень сильная нагрузка, кстати, идет на трапецию, да, вот сюда, по центру. Капец как давит. Вот. И вы всем кором должны держать, напрячь поясницу максимально, очень сильно зафиксировать ноги тоже. Все тело напрягаете, это очень сложный элемент. И нужно напрягать все тело. Смотрите, сейчас посмотрим, что получится. Я тренирую где-то его, ну, наверное, недельку всего лишь. И получилось у меня с первого раза. Смотрите, запрыгиваем на турник. У меня он немножко падает, да, получается, вниз. То есть у меня не хватает в пояснице. Я поясницу никогда не качал, вообще никогда. У меня слабая поясница, и мне не хватает просто ее поднять вверх. Вот. Но надо ее тоже качать, потому что она играет очень важную роль. Если вы будете ее качать, то будет идеальный вид. Итак, подводящее упражнение будет у нас состоять. Мы должны перейти в передний виз для начала. То есть это просто вот. Вот так. Потом уже менять ногу. То есть это облегченный вариант. Когда вы уже научитесь достаточно долго вот так фиксироваться, то вы можете полностью все выводить. Ну и так на другую ногу. Совет номер два. Вы должны повиснуть, и вы должны делать такое упражнение, как закачка, знаете, забивка мышц. Повисаете, и пытаетесь выходить в передний виз. При этом смотрите, когда вы выходите в передний виз, вы не должны расслаблять руки, и вообще их опускать. У вас постоянно плечи должны быть в напряжении, и даже когда вы вниз опускаетесь, вы постоянно должны, как будто в такое чувство должно быть, что вы вот качаетесь, как маятник. Смотрите еще раз. То есть всегда руки напряженные. Итак, мы должны для следующего подводящего упражнения зафиксироваться на турнике, потом вот так потянут ноги и вывести себя вот так. Потом постепенно вниз опускать. И поднимать. Это тоже очень хорошее подводящее упражнение к переднему визу. Следующее упражнение – это такое уже половинчатый передний виз. То есть у вас ноги отсекаются, и получается, что вы держите всего лишь там маленькую часть своего тела. Вы должны подогнуть ноги вот так к своему телу и повиснуть вот так. И максимально старайтесь поясницей выдавливать свое тело вверх. Как я и сказал, у меня поясница слабая, и поэтому не особо получается. Но все равно это будет закачивать вашу поясницу. Я делаю такое упражнение. То есть, смотрите, повисаете, ноги отгибаются. И пытайтесь на максимум, сколько времени вы сможете, столько и висите вот в таком положении. Под напряжением ваша поясница должна быть все время. Так, друзья, последнее упражнение, которое поможет вас подвести к переднему визу – это флаг дракона. Чем оно хорошо? Оно хорошо тем, что оно укрепит вашу поясницу, ваши широчайшие мышцы, ваш пресс и так далее. Смотрите, как он делается. Вы ложитесь. Можно лечь просто на обычную скамейку. Это не важно. Можно на эту, потому что тут удобнее будет. Беретесь вот так, и вам нужно выйти в флаг дракона. Выглядит он вот таким вот образом. И постепенно опускаете ноги. Делаете таких 5 повторений на максимум времени, очень медленно опускаете. И это поможет максимально сделать передний виз вам в будущем. Вот такие вот упражнения, друзья, интересные, если вы будете их делать. Но, как мы и сказали, обязательно нужна база. Если у вас нет базы, вам будет очень сложно научиться делать даже эти упражнения. Поэтому развивайте базу, подтягивайтесь, отжимайтесь на брусьях, отжимайтесь от пола, развивайте свой кор, качайте поясницу. Я этого не делал, поэтому у меня не идеальный передний виз получается. Вот. Так что, когда вы разовьете базу, то у вас будет получаться вот остальная вот эта чепуха. И когда у вас получится остальная чепуха, то вы уже подойдете к идеальному переднему визу и будете атаковать как царь. Да? Ладно, все. Всем пока, ребят. Пока.